Ленёвские управляющие компании переживают не лучшие времена. Население поговаривает об их банкротстве. Наша съёмочная группа разбиралась в ситуации. А началось всё с того, что жильцы домов, находящихся в управлении ЖЭО, прочли на информационных стендах своих подъездов объявление, казалось бы, официальное, о банкротстве их управляющей компании, а также о возможности выбрать новую организацию. Как выяснилось, слухи о банкротстве ЖЭО преувеличены. Проблемы действительно имеются. Здесь сведена процедура наблюдения, которая должна помочь организации преодолеть кризис. Наблюдение вводится для оздоровления предприятия. В первую очередь, самый важный вопрос – это погашение задолженности по зарплате. Задолженность по зарплате практически сведена к нулю, потому что с 21 числа сентября у меня наблюдение, по сегодняшний день я июнь, июль, и август закрыл, до 5 числа я закрываю сентябрь. И везде будет сделан отчет, и в прокуратуре, как сейчас и в трудовой инспекции, что у нас задолженность по зарплате сведена, так скажем, к нулю. Начнем общение с налоговиками, налоговики, был налоговый. Ну и налоговая, значит, видит в этом, что, по крайней мере, тема вопроса зарплаты до февраля месяца и налоговой попытаемся снять. Зарплату мы уже сняли, а налоговую тему – это уже покажет время. Долги перед ресурсоснабжающими организациями и огромное количество задолженностей собственников по оплате – это то, что объединяет все управляющие компании, осуществляющие свою деятельность на территории Ленёва. Однако в это непростое время ЖЭУ удается сохранить весь штат сотрудников и весь комплекс услуг, оказываемых населению. Организация является муниципальной, это обеспечивает ее существование. Администрация поселка не может допустить ее исчезновение, а потому держит под контролем основную деятельность. Чего не скажешь о других управляющих компаниях. Вмешиваться в их дела, как-то воздействовать на них администрация не может. Попросту не имеет права, ведь это коммерческие организации. Глава, к примеру, может лишь анализировать ситуацию в целом, сложившуюся в поселке в результате деятельности компаний. Финансовое положение всех трех управляющих компаний не совсем здоровое. Почему? Да потому что на сегодняшний день у них долги, которые сложились из-за того, что люди не оплачивают. Что у нас получилось? Первым на банкротство ушел уют-сервис, да. Ушла эта компания. Был директором, скажу так, Каримов папа. Значит, после введения банкротства они перевели дома в новую компанию. Теперь директор сын, папа зам. Значит, управляющая компания, у них уставной капитал 10 тысяч. Грубо говоря, что получилось и как. Они создали новую компанию, люди подписали им все бумаги, да, что они готовы перейти и ушли в другую компанию. Значит, то же самое сегодня мы видим по Успеха. А Успеха сегодня начинает ходить, создав фирму Оптиум, да. Он ходит сегодня и говорит, переходите в Оптиум. В принципе, он пришел с ручкой, бумагу, и то, похоже, он где-то берет взаймы. Вот. Теперь по МУПу. Долги МУПа сегодня тоже есть из-за неплатежа населения. У нас долги создали такие дома, как Весенняя 5, свечка в народе. Значит, Парковая 3, 5 такие. Дома, где живут наши жители, которые, скажем так, плохо рассчитываются. Значит, я принял решение, МУП надо банкротить. В каком плане? Чтобы все эти долги списать. Но МУП остается, он будет работать. Хотя, честно, сегодня администрации, по сути дела, МУПы не нужны, это лишняя головная боль. Если ОООшка имеет уставной капитал 10 тысяч, они обанкротились, стряхнулись, встали, ушли. Значит, сегодня папа командует, завтра сын. Таким образом. То, по МУПу ответственность сегодня несем мы, администрация, да? И мы разводим все эти вопросы и так далее. О том, чтобы процесс наблюдения, который сегодня идет, посмотреть, как покрыть все долги, которые есть. И образовались, в первую очередь, налоги в связи с неплатежом населения. Ну, и второе, самое главное. Вот тот же Каримов, значит, уют-сервис. Он посмотрел, что Листвянская, 17, плохо идет с оплатой. Двухквартирные, двухэтажные дома, тоже, в принципе, они не такие уж, скажем, крупные и так далее. Поэтому он пишет мне бумагу и отказывается обслуживать двухэтажные дома. Часть выбросил, выбросил Листвянскую, 17. Я с ним говорю, Дамир Борисович, ты почему так делаешь? А он говорит, а что вы хотите? Ну, двухэтажка в месяц, текущее содержание 6 тысяч. Это мне неинтересно. И он начинает ходить по 9-этажным домам, 5-этажным, где текущее содержание в месяц 200-300 тысяч, и есть деньги. Он отказался. Оставлять дома без обслуживания я не могу, потому что администрация отвечает за жилой фонд. Поэтому эти дома я передал сегодня на обслуживание МУПа. И он их сегодня обслуживает. То есть мусор вывозим, дворники работают, подъезды убираем, электрики ходят, сантехники, все как положено. И в связи с этим администрация, как бы мы ни хотели, но мы вынуждены содержать МУП. Я не знаю, что завтра будет в голове у руководителя других управляющих компаний. Если неинтересны, будут невыгодны дома, они их бросят. А за жилой фонд, я еще раз говорю, отвечает администрация. Поэтому в этом плане будем служивать. Контроль и оценка деятельности частных управляющих компаний всецело ложится на плечи собственников жилья, которые находятся в их управлении. Диалог на камеру с руководством ОСПХ у нас не получился. В неофициальной беседе нам рассказали, что в компании все хорошо. Даже документ показали о приостановлении процедуры банкротства. Однако жители подозревают, не все гладко. Подъезды, ранее убираемые регулярно, теперь моются крайне редко. Дворники по некоторым адресам тоже отсутствуют. Тропинки прохожие натаптывают сами. Бесспорно, с тех пор, как леневцы стали платить за услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям жить стало тяжелее. Теперь на их долю приходится только текущее содержание жилья. А на эти суммы, как нам объяснили, сильно не разгуляешься. Количество должников, не платящих за квартиру, по-прежнему велико. Однако у остальных жильцов, регулярно вносящих оплату, возникает вполне закономерный вопрос, почему страдать должны они, платя деньги за отсутствующие услуги. Ситуация действительно непростая. На общем собрании жильцов, общим решением, можно уйти из управления неустраивающей компании. Возникает очередная дилемма, где найти достойную. Ведь те, что пытаются внедриться на Леневскую территорию, озабочены лишь зарабатыванием денег, без учета интересов жильцов. Только возникающие компании зачастую не имеют ни штата сотрудников, ни специализированного транспорта, ничего. Поэтому все, что остается собственником квартир, это бдительность и нежелание быть обманутым.